здравствуйте дорогие друзья вы снова на сангейтс на сангейтс москва и сегодня у нас гость у нас в гостях майкл милихов майкл здравствуйте да добрый день дорогие друзья добрый день любовь рад присутствовать на канале на вашем канале сангей который вы ведете несмотря на то что это все-таки филиал или отделение вот но мне очень нравится канал который за очень короткое время сегодня набрал 2100 там с лишним подписчиков что на 2000 больше по сравнению с тем как это было где-то месяца наверное полтора тому назад и куча видео большая куча хорошая куча вот и конечно очень классно да так что рад присутствовать майкл спасибо вам на добром слове дорогие друзья спасибо что подписались обязательно смотрите наше видео надеюсь что вам будет интересно и вот сегодня у нас наконец-то майкл это очень занятый человек его не так-то просто зазвать гости на вот он уделил время и пришел майкл вы всегда размышляете над тем что нас ожидает ближайшее будущее и новости появляются одна другой краша и пугают новости и вот появляется то о чем мы с вами говорили раньше о том о чем вы говорили даже я тоже говорила появляется снова страшное и ужасное как это сказать чупакабра я даже не знаю как можно назвать это непостижимое скажите пожалуйста майкл мы кажется живем в таком эволюционном мире что вот и не задумывались уже последние годы о том что вообще возможно какая-то болезнь когда появилась двадцатом году мы думали о том что это все придумано и все-таки вот как вы думаете с точки зрения развития нашего общества сейчас реально болезни могут быть такими глобальными что могут представлять угрозу или все-таки помощь человеческая нужна для того чтобы они представили угрозу например в виде каких-то диверсий ну вообще-то говоря все то что когда-то было будет еще раз это довольно известная нам продать на западе не неизвестное но это истина поскольку я уже много раз говорил своих программах вот это недостаток нашего образования обучения и мы привыкли мыслить линейными категориями до двигаться от до от до от до но вообще-то говоря все наши вселенной материальной вселенной создано по образу циклов то есть цикл начинается цикл продолжается заканчивается и все вот то есть это цикличность имеется ввиду вашем свете вашего вопроса если что-то было когда-то будет еще раз вопрос времени когда поэтому если мы говорим о болезнях и тем более глобальных и тем более у нас вопрос вот буквально пришел в комментариях который мне отправил администратор где была правда ли о том что ну так примерная на память о том что сейчас мы находимся если речь идет о болезни повторяется болезни типа оспы которая уже была черная оспа ее называют болезни было очень много в одной из болезней это правда типа написала женщина у него бабушка бабушка по моему у нее до сих пор рассказывала она одиннадцатого типа года рождения бабушка была и она рассказывала что у нее до сих пор вот на щеке отметина от этого это правда да это момент и были это было последнее которое унесло довольно много жизни это была последняя но эпидемия это сегодня мы называем пандемией раньше это были просто эпидемии но сегодня у нас другие показатели как это определять и это было конец ну то есть конец первой мировой войны короче говоря то есть где-то где-то примерно в семнадцатый восемнадцатый там где-то года в общем были до этого была чума да вот чума которая унесла испанка вот которая унесла очень много жизни продолжалась может быть недолго но унесла очень много жизни последняя наша пандемия продолжалась ну официально с двадцатого но где-то года три вот но 9 объявлена была тогда формально она была объявлена в марте 2020 года три года ну и сегодня просто другие тенденции и другое другие средства массовой информации поэтому тут нет смысла анализировать мне нравится это стрим да а как вы думаете что это запись нет это стрим это реальное время это реальное время сегодня сейчас настоящее время чикаго это 6 часов 36 минут утра или 13 36 это время московской киевская минская и так далее и сегодня 17 июня день после страшных катастроф обещанных нам неким гражданинам права сегодня нету и которая нам рассказала любовь звездина про которых нам рассказала ролик который набрал 125 тысяч просмотров на этот момент если не больше вот ну слава богу все все было благополучно да ну так короче говоря вот поэтому да я бы сказал о том что цикл наступил и это новый новый цикл новые болезни об этом кстати подробнее поговорим завтра в телеграм-канале с ангейс андербраунд поэтому есть я может быть найду я потом поставлю здесь ссылочку но сейчас подсоединяются люди поскольку это будет только там на ютюбе мы об этом говорить ну не можем хотя нет ничего такого но тем не менее есть правило мало ли да да любовь так что он да майкл если говорить о той болезни которая нас сейчас вот пугают виде оспы я тоже помню людей пожилого возраста с огромными рытвенными на лице и даже по моему кто-то у нас из украинских президентов тоже мог быть вот переболевшим свое время потому что такие отметины глубокие просто въевшиеся вот интересно что последний больной семь седьмом году в африке появился и спустя несколько лет по моему 1980 приблизительно решили что она завершилась и больше прививки делать не нужно прививки перестали делать и еще позже возрекомендовала уничтожить все запасы вируса которые хранились в лабораториях мира и сосредоточить их в одной из двух лабораторий из двух лабораторий одна из которых находится в россии другая в сша вот и были уничтожены вирусы но для изучения этого вируса все-таки полностью он не был истреблен то есть он оставался в двух лабораториях мэкл скажите пожалуйста если мы говорим о точке зрения нумерология существует ли код болезни то есть можем ли мы сейчас видеть что такой код действительно появляется что могло бы говорить тоже ее возникновение ну вопрос очень хороший во первых мы должны понимать что такое коды код но это какое-то какая-то ну не знаю энергия которая нас приводит к чему-то а вот почему наша вся вся жизнь это энергия не потому что серо сердце тоже бьется по какой-то причине правильно дается ему энергия сердцу поэтому остановка сердце не означает о том что энергия энергия не может исчезнуть она все равно существует но это уже называется тонкие примеру это просто к примеру энергии поэтому код болезни да потому что если мы возьмем слово болезнь или ты сидишь допустим по английски да или как-то по-другому на другом языке и трансформируем это в численное выражение а кода то есть число до какое-то выражение да и вообще-то говоря числа не врут как мы знаем и это говорили древние в общем-то ученые очень известные ученые на земле о том что числа не врут да это единственное то что существует и которую можно доказать математика не не современная допустим а та которая была раньше поэтому коды да они существуют более того я вчера выпустил программу я нашел еще один то есть я добавляю все время да вот эта программа была вот видите называется вот болезнь да а monkey packs или эта болезнь ну не все наверное видели поскольку эта программа была уже довольно позднее время я имею ввиду для времени европейского поэтому что не все видели там не так много просмотров там нет слова предсказания поэтому просмотров мало но она называется monkey packs или обезьянная обезьянья оспа и она и designated survivor это предсказание это просто удивительно я смотрел давно этот сериал допустим почему там играет один из моих актеров которые я за которыми наблюдаю кефир сезерленд вот я его начал пересматривать что-то вниз подвигло пересмотреть еще и я увидел такое количество ну как бы программ не знаю как это назвать которая в шестнадцатом году вышел фильм я об этом уже не один рассказал но которые сегодня актуальны в двадцать четвертом году да вот и вчера я выпустил еще одну программу добавил да вот monkey packs я не буду сейчас рассказывать посмотреть из прямо на 20 минут всего времени занимает но это все коды вот это вот вопрос это вот это все коды в различных системах которые конечно же нам неизвестны но мне это нравится я с детства был в цифрах числа когда-то меня отец приучил я уже там шесть лет складывал прибавлял и очень даже хорошо разбирался всяких и на олимпиадах стать не сильно конечно я там не больше так мыслительные процессы были вот это же участвовал каких-то да не только в школьных даже и повыше вот и вот здесь я вот здесь показан болезнь которые в этом фильме называется вот в этом фильме ну сериале называется h7 h7 n 9 так его назвали я не знаю почему так его назвали но когда я ввел сюда через коды то я получил огромное соответствие с monkey packs то есть получается что получается код какого-то какой-то болезни и данных об этой болезни он оказывается существует и где-то он есть то есть где-то это болезни они уже есть этим можно объяснить то что болезни то нету про нее же никто не знает но очень малое количество людей но я потом показал о том что существует давайте я даже сейчас покажу поскольку это очень интересно и любой человек в принципе может посмотреть сейчас я перепостаю ссылочку там потому что я в этой программе не могу его показать но вот смотрите да вот давайте посмотрим с вами вместе этого мало кто знает вот видите видно да картинка да 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 вот это называется johns hopkins university вот этот john hopkins university это был единственный считался самым главным и самым достоверным но это вопрос такой достоверно ли источником информации по предыдущей пандемии где было абсолютно ну вот прямо вот берешь страну кликаешь на нее там количество случаев заболеваний количество людей которых уже нету туда количество прививок там и так далее ну имеется ввиду вакцины которые есть то есть очень не объективная информация это очень известная еще раз университет в мире не не соединется в мире это самое еще раз достоверная информация читается еще раз во многих источниках да и вот здесь написано вот из monkey packs то есть этой болезни ну наверное 90 процентов людей в мире понятия не имеет об этой болезни а если есть то это в африка так если это африка тогда почему в американском очень уважаемом университете прямым текстом это написано вот из monkey packs видите то есть здесь я вчера об этом рассказал и перевел это все да то есть развитие вот этой обезьяне оспы да какая у нас обезьян нету люди говорят какие обезьяны то есть у нас нету оспы это знаете как это как страус раньше то же самое говорила говорили люди по поводу к вида да а расскажите а почему сегодня резкое увеличение случаев к вида да у меня знакомых полно которые заболели к вида сейчас когда уже вроде бы и пандемии нет уже вроде бы все ограничения сняты да а люди почему заболевают является ли это к виду вопрос это риторический вопрос но может это не к вид а может это какая-то другой гриб птичий да почему он птичий он только что у птиц или как или птицы переносчики да это все очень и очень сложные вопросы то есть если мы будем так предметно брать как вот по поводу простите до жириновского который якобы сказал о том что 16 число что-то будет и все с облегчением то есть половина людей ждала когда дай бог это случится вот такой вот они ждут когда что-то произойдет и мир разрушится вот странные люди да а другая половина вздохнула якобы с облегчением все обсусоливали это зачем-то да хотя он об этом и не говорил это кто-то об этом сказал но видите ничего не случилось предсказание сколько стран останется после вчерашние вчерашнего события шестнадцатого сентября там не более 20 не более 20 вы представляете остались все страны ни одна страна не исчезла 16 уже прошло чем уже 17 число кошмар для людей это же потрясение такое ничего не случилось а дальше вы знаете какое число будет 18 самое интересное 19 то что мы с вами обсуждали и вы думаете 19 не будет как вы думаете почему а потому что нету катаклизмов у нас базируясь на циклах речь идет о циклах поэтому все что происходит сегодня на земле и воины все остальные будете сдаться просто это все цикл которые берут гораздо раньше мне очень хочется спросить про циклы и вот до этого если можно чтобы мы далеко от этой темы не ушли хочется вас просить как вы думаете может ли это быть просто политик и то что людям прививают равнодушие и убивают на стинг самосохранения тем что пугают постоянно пугают это не сбывается пугает снова это не сбывается люди перестают реагировать на пугалки и в какой-то момент когда им вдруг покажется что они имеют дело с каким-то реальным объектом это может качнуться в еще более сильный страх и ужас когда расшатывается вообще адекватное объективное отношение к реальности может ли это быть какой-то такой специальной политикой так дело в том что политика это же часть нашей жизни политика нельзя отделить его это когда-то кардинал дэрис илья говорил я уже не первый раз об этом говорю говорил о том что политика политика любовь любовь и политика политика и любовь и войны и все что и деньги это все часть нашей жизни сегодняшней поэтому к сожалению ответ да это и есть политика это не просто может ли это будет она и есть значит почему ну кто-то хочет быть у власти кто-то хочет деньги Кто-то хочет действительно, чтобы были войны, чтобы были болезни, но кто-то этого хочет. Понимаете как? Но цикл истории тоже изменить нельзя. В принципе, это все укладывается. Поведение сегодняшнего человека, любого, который пишет в комментарии, который негативный или позитивный, те, кто управляет всеми этими процессами. Это все укладывается в концепцию цикла для чего-то, что-то делается. Без причин ничего не бывает. И человек болеет тоже не потому, что он случайно заразился. Нет, есть причина для этого. Почему он гибнет, а кто-то не гибнет. Есть причина в этом. Да, наверное, то, что мы кармой называем, да, Майкл? Ну вот карма не то, что называем, а это то, что есть. С тех пор, как я поставил ссылочку сюда, один, два, три, четыре, пять человек добавилось. Очень рекомендую, поскольку та программа, которая будет, ее будет только в телеграм-канале, как сегодняшняя программа, не на главном канале Сангейтс, Мидиа Юниверсити, университет Сангейтс, там где 70 тысяч подписчиков, а на канале Москва, куда любезно меня пригласила. Хотя я и сам тут являюсь, так сказать, это филиал все-таки, но тем не менее, любовь вы ведете, да. Майкл, по поводу циклов, конечно, мне очень хотелось бы уточнить у вас, какие циклы в настоящий момент актуальны. Вот Григорий Семенович Кваша утверждает, что не должно быть войны, ее просто не может быть, а она есть. И вот как вы смотрите на природу циклов, что происходит с этой точки зрения? Я второй раз слышу фамилию Григория Семеновича Кваша, я знаю, был артист Кваша, Игорь, да, и актер, да, театр. А я не знаю, простите, это кто? Григорий Семенович знаком с очень... Кто он? Сейчас расскажу, он ученый, это ученый, который исследует с точки зрения научной как раз различные циклы. Например, циклы китайского календаря он рассматривает как основу для синастрических взаимоотношений между людьми и очень точно описывает сценарии, которые существуют. И у него есть исторические исследования, в которых он анализирует периоды исторические и дает им какие-то определенные названия, описывает их структуру. Очень интересная у него работа. И какой период времени это охватывает, если вы знаете об этом? Сейчас начинается цикл без войн, его продолжить... Сколько исторически, сколько лет? Небольшое, может быть, в пределах трех тысяч. Трех тысяч. Так вот я могу рассказать, я об этом рассказывал в своих программах, о том, что вот китайский календарь. Откуда взяли китайцы свой календарь, извините? Кто-нибудь знает об этом? Вот здесь, в заставке, действительно, 24-й год и дракон этот самый, да? То есть китайский календарь, да? И вы как раз сейчас задаете этот вопрос. Так вот я могу сказать о том, что не три тысячи и не пять тысяч, а сорок тысяч лет тому назад, значит, на земле было уже тогда были китайцы, но это были полуживотные, полулюди. Какой календарь? Они вообще и близко ничего не знали об этом. Они вели образ жизни, как, ну, не знаю, эти, которые кушают друг друга, да, вот эти, значит, индейцы, допустим, да, бывают, да, сегодня. То есть это совершенно необразованные, они вели просто образ жизни. Они были прямо ходящие на двух ногах, но их ничего не интересовало, как инстинкт и животных, и все. Вот. И тогда бог Карамачандра начал их, так сказать, образовывать, да? А потом пришел на землю, пришел с высших, так сказать, уровней, причем, потому что китайские китайцы, они для определенных целей. Сейчас не буду углубляться в это дело. Вот, но поскольку вы сами, значит, китайцы, про китайские упомянули, да, и Григорий Семенович Поша, про который, простите, я не знаю, я все-таки на другой территории нахожусь, да, но все вот эти вот циклы или календари сегодня, они, я не говорю о том, что это неправильно, это все, да, работает, но очень малый промежуток времени это берется. А циклы бывают, да, циклы бывают. Ну, скажем, мы находимся в цикле, в цикле, в одном из циклов, продолжительность которого, как вы думаете, сколько? Тысяч лет. Майкл, я как астролог-то множество циклов рассматриваю. Нет, вы даже и близко, это не то, что вы рассматриваете. 4 миллиарда 320 миллионов лет. Нормальный цикл? Вот мы находимся сейчас, Земля находится сейчас, и мы, проживающие на Земле, в этом цикле. И это действительно глобальный цикл. Интересно, а в какой фазе этого цикла? А? А в какой фазе этого цикла? Ну, в начале, в конце? Неизвестно? Нет. Почему? Известно. В этот цикл состоит из тысячи подциклов. Каждый из этих тысячи циклов состоит из 4 миллиона 320 тысяч лет. И вот если мы берем вот эти 4 миллиона 320 тысяч лет, то мы находимся сейчас в начале последнего цикла, самого плохого цикла из всех четырех. То есть полнейшего загнивания, полнейшего невежества, полнейшего безбожия, полнейшей реакции или вот разборов научных, которые, какие бы ни были, Ну, коль скоро, самый простой вариант, покажите мне ученого, который умеет летать. Хоть одного. Есть такой ученый, который умеет летать? Мне не приходилось слышать о подобном. Ну, вот и все. Значит, почему? Потому что ученые все до единого, ведические цари, ведо слово знающие, да, знают. Они знали законы. Когда человек знает законы, соблюдает их, мы даже заповеди не соблюдаем, к сожалению, всего 10. А законов неизмеримое количество. Так вот, если бы мы знали, соблюдали эти законы, умели так делать, мы могли бы летать. Мы могли бы заниматься телекинезом, телепортацией. Вот это все парапсихологи сегодняшние, это полная ноль, без палочки, это ноль. Они нифига не знают. А то, что они, говоря, знают, или даже, простите, те, которые предвидят там, это все очень и очень упрощенно. Я не буду более такие емкие слова употреблять. Очень упрощенное понимание для нас, которые не умеют летать. Поэтому, что сказать, да, мы укладываемся, да, все это, да, работает, я не говорю, что нет, да. Но здесь не учитываются очень многие факторы. Вот, очень многие факторы. Ну, вот мы с вами обсуждали вопрос какой? По поводу, допустим, вот этого. Видите, здесь написано. Вопросы у вас есть по этому поводу? Это просто как пример. Здесь написано какой? Да, я вижу. Но дата первая, она написана 25 сентября, и это 1032 год. Это дата основы Курска, да, основания Курска, правильно я понимаю? Ну, вы обращаете сейчас внимание, вот совершенно четко это самое, как сегодня, на что люди сегодня реагируют. Почему тут это написано? То есть, вот я, когда делаю, да, я разбираю все варианты. Но человек привык к тому, что ему надо все дать последовательно, да? Ну, я прошу прощения, как астролог смотрю на дату. Я понимаю, да, я понимаю. Это не против, я просто пытаюсь объяснить, что точка зрения может быть... Ну, знаете как, вот мы видим какой-то маленький участок, да, и мы живем на этом маленьком участке. Ну, вот мы живем где? На планете Земля, да, правильно? А рядом с нами находятся параллельные реальности, которых мы не видим. Мы их так называем параллельные реальности, да? Мы их не видим. Почему параллельные реальности? Они не параллельные, они перпендикулярны любые. Дело в том, что мы просто не видим нашим трехмерным восприятием вот этих всех вещей. А все описано в том, что рядом с нами находятся площади, которых мы не видим. Они отделены океанами. Они имеют невероятно больше, чем мы вот знаем нашу землю, площади. Поэтому с точки зрения астрологии и тех людей, которые живут, все верно. Но с точки зрения высшего разума, это не плоская Земля и не круглая Земля, а это вообще спираль. Как может быть спираль? Как понять это? То есть это очень сложно. Поэтому то, что мы видим здесь, это для линейного восприятия людей, чтобы было понятно. Иначе, если я буду там говорить как-то другими, это будет непонятно. А вот теперь я покручу вниз, да, я не буду, это уже было. Вот, я прокручу вниз, да. И могу сказать о том, что для меня главное – поле Курук-Шетры. Поле Курук-Шетры. Что такое Курук-Шетры? Это пятитысячелетняя история битвы, да. А мы какими категориями мыслим сегодняшними? Курс, Курская область, да, Сумская, да. Курская битва, подлодка Курс. Ну, это современные, это недавние данные. Но история начала берет, истоки находятся вот там, где сражаются кровные братья. Расскажите, а в чем разница? Скажите, во-первых, все люди на земле – это братья, да, но кровные все равно. Ну, откуда-то же все началось, правильно? Кто-то как-то, да, начал кладить людей. Значит, дальше, братья-славяне, они не братья-славяне, но есть такое выражение? Есть, правильно? Но сегодня они уже не братья-враги, да. Они уже не славяне, допустим, да. Это сегодня. Вот. Что сегодня происходит, да? А что, Ближний Восток – это что, не братья? То же самое. А почему? А потому что сегодня человек хочет властвовать. Сегодня у человека совсем другие энергии, совсем другие мотивации. Понимаете? То есть мы сегодня напрочь эгоисты и материалисты до мозга костей. Поэтому так делать так не может быть. Раньше такого, ну, когда такое случалось, цикл заканчивался очень плачевными результатами, да, вот этот цикл. Но потом все опять, ну, война, знаете, война как? Война. Вот идет вниз, 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 все уже, дошли до ямы, да. Ну, дальше как-то восстановление должно быть. Ну, то есть все разрушено до основания, а затем мы нашу новую меру построим. Кто был не кем, то станет всем, помните? Вот. Поэтому, ну, как бы, ну, вроде бы так, именно так. Поэтому, ну, вот такие дела. Ну, вот в самом начале документы, которые вы открыли, Майкл, можете еще открыть, если это... Касательно болезни? Нет, по поводу Курска. Еще могу вам задать вопрос. Завораживает цифры, которые вот вы в самом начале открыли. И, к примеру, здесь, вот если чуть ниже в последней строчке первого абзаца, нет, нет, там, где 5 июля, начало, да, битвы за Курск, 23 июля, 49 дней. Вот 7 умножить на 7. Вот, казалось бы, число 49. Оно является вот такой интересной комбинацией цифр 2 семерки, да? То есть, ну, когда мы говорим, например, о дне месяца, мы можем сказать, что у нас есть там 8 число, 8, потом 16, это 2 восьмерки, да, и так далее. То есть, вот эти семерки, вот 2, например, число 49, может ли вообще как-то от какой-то даты быть резонансным? Потому что вот астрологически иногда случаются ритмы, повторяющиеся. Поэтому мне очень интересно, то есть, допустим, юбилей Курска, да, и может ли дальше вот это число 7 на 7 работать? То есть, вот, например, сейчас у нас пошла с 5 августа история, можно ли нам все-таки как-то рассчитать и посмотреть на, что будет вот спустя 49 дней? Почему? Потому что уже когда-то это работало. Может быть такой подход, что мы пробуем вот этот же ритм снова рассматривать? Или это неправильный подход? Мы, еще раз, в зависимости от того, что мы пытаемся рассмотреть, то мы и будем рассматривать, и других у нас вариантов нет. Поэтому все должно быть, ну, более конкретно. Я не совсем понимаю так, что мне надо в этом плане. Ну-ка, можно? Я тогда попробую спросить. Нет, нет, давайте я примерно, да? Я сейчас могу посчитать 49 дней от этого числа, от последнего, когда это будет? Вы хотите... 24 сентября. Нет, 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 все, молчу. Нет, я спрашиваю. Нет, я просто отмерила сейчас 49 дней от начала наступления на Курскую область. Это будет 24 сентября. Просто как дату. А вообще вот в вопросе в этом имеет ли смысл? Можно и так посчитать. Это все имеет значение. То есть я сравниваю... Вот, допустим, он назывался так. К-141 курс. Да, подлодка имеется в виду. Это подлодка, которая погибла. Она имеет свою аббревиацию. К-141. Так как я недавно показал вот эту болезнь, которая называется H7N9, да? То есть здесь идет 7, 9 или 7, 9. Это циклы. Циклы 7-летние, циклы 9-летние. Здесь нету ни... Каждая цифра, каждая буква имеет свое значение и случайно это не подбирает. То есть вот это вот... Даже те люди, которые назвали... Что-то у вас там кто-то говорит. К-141, да? Название подлодки Курск имеет свое нумерологическое значение или свой код. И наверняка мало кто вообще-то, говоря, знает, о чем может идти речь здесь. Но случайности не бывает. 49 дней. Значит, это 7 циклов по 7. Так? Эти циклы, которые имеют отношение... Не знаю, знаете ли вы, но я об этом говорил. О том, что существуют женские циклы. Не те, которые вы думаете. А циклы, допустим, когда женщина, рожая ребенка, девятилетний цикл начинается с 18, плюс 9, 27, плюс 9, 36, плюс 9, 45, она может дать своему ребенку самую негативную карму по своему, значит, генофонду, можно сказать так, передать. Вот. Ну, так получается. Да? Другие годы нет. Но это цикл, в принципе, 9 месяцев, да, беременности, допустим. Раньше не было 9, было 8, вообще-то говоря. Женщины рожали через 8 месяцев. Сегодня этого никто не знает, естественно, да? Но так было раньше, если захотим узнать, узнаем. Да? Семилетний цикл, 3 цикла, мужской цикл, значит, 21 год, да? Не дальше, через 7, 21, 28, ну и так далее, да? Вот это. Поэтому в 21 год, я уже говорил, допустим, в Соединенных Штатах, а Соединенные Штаты по образцу сделаны, ну, идеальному, идеального мира. Так он был задумывался древними, там, масонскими, там, лидерами, да? В хорошем плане, в хорошем плане. Просто этого люди, конечно, не знают. Но все извратилось, к сожалению, поскольку негативизм у нас, мы в цикле негативном находимся, поэтому все это дело произошло. Вот. И в 21 год, и даже американцы сами, можно сказать, откуда, почему 21? Почему не 18? В Советском Союзе 18 было, да? Я не знаю, как сейчас, да? Отпускаются там ликероводочные, там, табачные изделия молодым людям с 18 лет, правильно? Вот. Дальше детям до 16. Почему до 16? Что это за число такое 16? Нет такого числа 16. Это придумали. Вот. В Америке тоже есть такое, конечно, число. Sweet 16 называется. Это когда там девочки, вот. А девочки там 16 лет, и там, ну, сладкое, 16-летнее типа такое. Ну, так повелось. Но это не циклы. Циклы совсем другие. Вот. 66 из 60, допустим, да? Это три шестерки. Это цикл, когда человеку надо, можно уходить на пенсию в Соединенных Штатах и получать полную пенсию, полную. Потому что 66 или 65, это уже, получается, неполное. Вот если человек доработал до этого возраста, он получает полную пенсию. Ну, и так далее. Вот. А думаете, американцы это знают? Конечно, нет. Но это цикл биологический. Вот. Мы этих вещей не знаем. Это истоки этого не сегодняшнего, не сегодняшних времен, а это истоки аюрведы, а слово ведать, знать, да? Знать жизнь. Вот. Поэтому сегодня, к сожалению, мы можем это всё, конечно, изучать. Поэтому в наших программах, я об этом говорю, поскольку, ну, как бы, всё-таки на той территории, как бы был, там задают, может быть, вопрос, на какой той территории, на той стороне. Имеется в виду восточной стороне. Территория. Индия, в данном случае, да? Индостан, вот это всё, да? Вот я был на разных территориях. Ну, вот там я как бы начал об этом узнавать. Ну, вот примерно так я бы ответил. Да, Майкл, спасибо. Это очень интересно, то, что вы рассказываете. Вопрос вот первый, который я вам задавала, в нём ещё один был момент, который мне хочется уточнить у вас, исходя из своего опыта. Что вы можете сказать? То есть, присутствует ритм для каждого события. Мы это видим по циклам, да? И мы, по идее, исходя из понимания того, что всё как-то сразмерено в жизни, может быть, можем наблюдать за теми циклами, которые человечество нам отметило, отметило, как важные 9 дней, 40 дней, и видеть какие-то, может быть, резонансы, повторения темы. Или на самом деле 40 дней, 9 дней, ни с чем не связаны сами по себе цифры? И если уж рассматривать то что-то другое. Они связаны и, безусловно, связаны. Я уже рассказывал историю, когда я был как-то в Майами, у меня знакомая привела в церковь, значит, побеседовать с батюшкой, да? Ну, там целая история была в Майами, имеется в виду в том месте, где я находился, недалеко, короче, от того, где я находился. Вот, и туда очень многие приезжают артисты, да, элита, так сказать, не только, ну, тогда российская там все, вот, они приходят в эту церковь, там делают свои обряды, подношения и так далее. Вот, и я беседовал, дело не в этом, это я отвечаю на ваш вопрос, когда я беседовал с этим сам, а он видит, у меня, так сказать, определенная символика, так сказать, и висят не те, не распятие, не крест, да, знаете как, вот, а что-то другое. Ну, значит, понял, да? И когда я ему говорю, а как вот человек там, ну, когда умирает, вот 9 дней, 40 дней, вот, он мне рассказывает о том, что он, а на какой день Иисус Христос вознесся, на 40-й, поэтому надо отмечать 40 дней. Сколько дней вы отмечаете, любой? 40 дней? Я как буддистка, по-другому тоже немножко подхожу, но 40, да. 40, да, неправильно. То есть, категорически неправильно люди это делают. Почему? А при чем тут Иисус Христос, который вознес? А до Иисуса Христа люди жили на земле, или как? Жили, правильно? Но это же было... Ну, люди знали, это сегодня исказили. Не 40 дней надо отмечать, а 49 дней. Потому что это просто мы не знаем этих вещей, а это базовые вещи, которые обязательно надо знать. Если мы не знаем и пытаемся еще даже спорить с этим, ну, так мы себе закрываем возможность полностью узнать это все. Как можно отвергать то, чего мы не знаем? Не верите? Не верите. Это дело каждого человека. Пожалуйста. 9 дней плюс 40 дней, 9 дней, через 9 дней душа, значит, душа, правильно? Вечная, да? Она освобождается на эфирном слое, то есть эфирный слой уходит, а потом уходит астральный слой через 9 плюс 40 дней. Циклы. Это циклы. В сумме это 49. Поэтому не 40-й день должны отмечать, а 49-й, если мы хотим это отмечать. Вот только и всего. Но, к сожалению, это сегодня утеряно, вот эти знания, поэтому люди, ну, уже, так сказать, по-новому ведут тебя, да, и по-новому растут. Интересно то, что вот у вас как раз написано 49 дней 7 умножить на 7. То есть 9 дней плюс 40, здесь еще есть внутренний ритм, да? Я же об этом и говорю. Да, да, да. Я могу привести очень много примеров, что такое 49 дней, поэтому здесь и выделено на 7 на 7, 49. 49 дней, это не случайно. Если мы думаем, что это случайно, а никто даже и не задумывается над этим, и все предполагают, и никто даже не задумывается, вообще-то говоря, что произошло, вообще-то говоря, как это можно было, ну, как бы, по идее, очень странно, при полнейшем попустительстве, допустим, страны или армии, да, полнейшее попустительство, то есть без всяких вообще боев, как бы, да, с боем взяли город Минск, по улице прошли, на каждой улице название прошли, а название такое дело, право боевое и так далее. Минск, улица Вытесов. Так вот, без боя, как бы, а почему вопрос? И никто на него не может ответить. Есть разные гипотезы, да, и все отвечают по-разному, причем, интересно, я вчера, когда мы с Татьяной Синачиной вели программу, вот, я, значит, мы с ней, ну, она рассказывала больше части, ну, я где-то вставлял там слова, вот, и я говорил, а вот, вы знаете, интересно, ну, как раз об этом шла речь, про Курск, да, современный, там, ВСУ, там, и так далее, я говорю, а мне это напоминает, она, вот, правильно, то есть, ей это тоже напоминает, тоже делала расчеты, ну, и наверняка, и вы, как профессиональный астролог, тоже знаете, да, вот те расчеты, которые делались, ситуация, которая была на Ближнем Востоке, когда, значит, Хамас, да, напал на Израиль, вот, и стена, которая на, там, какие-то миллионы, и миллионы, и миллионы долларов была потрачена на строительство стены, где птичка сядет и все зазвенит, на протяжении часов экскаваторами, там, какими-то дронами, там, что-то такое, там, раскурочили стену, никто не реагирует, то же самое, да, никто не реагирует, когда, вот, вооруженные силы Украины вошли, значит, в Косумскую область и так далее, и продолжает, что самое интересное, двигаться дальше, и вот, очень странная ситуация, да, и никто не реагирует, вот, и тогда начинает человек теряться в догадках, что происходит, и знаете, есть разные гипотезы того, что происходит, но ни один обозреватель не делает никакой связи это вообще с битвой на поле Курукшетра, которая была пять тысяч лет тому назад, ни один, то есть, это я к чему говорю, это я говорю к тому, что сегодня очень узкое восприятие у нас, то есть, мы где-то внутри своего какого-то мирка живем, забываем, это, как, знаете, как эта самая лягушка, да, там, в болоте, да, и вторая лягушка, которую случайно, там она попала там куда-то там, ну, не знаю, к какому-то путешественнику, который, значит, где-то там застрял, где-то там в сапоге, там, что-то такое, вот, а он, значит, куда-то пошел там дальше, и, короче, там море, да, и когда лягушка выпрыгнула с этого самого, она посмотрела, целое море, вот, и она говорит той лягушке, потом она вернулась и говорит той лягушке, слушай, говорит, ты знаешь, что на земле есть еще там какое-то гораздо больше водное пространство, она говорит, да ты что, с ума сошла, такого не может быть, такого не бывает, вот, это самое большое, самое синее в мире, черное море, мое, это самая, самая большая вода, которая только может быть, это вот это болото, понимаете, поэтому, ну, что сказать, это бытующее мнение сегодня, да. Майкл, когда вот мы с вами собирались сегодня встретиться и поговорить на разные темы, мы также хотели еще и поговорить о теме с чудовищными образами, наполненной, например, о всадниках, о всадниках, которые символизируют смерть, да, вот название видео даже, они указаны у нас как всадники смерти, как вы думаете, конечно, многие традиции духовные, включая и христианство, и другие, рассматривали образы именно всадников, именно в человеческом обличье, почему-то, некие вестники, которые очень быстро перемещаются, непонятно, по земле или по небу, ни драконы, ни какие-то там небесные сияния, а почему-то именно всадники, как вы думаете, с чем вообще может быть связано вот это, с быстротой событий, или с тем, что это касается нас, людей, и поэтому образы человеческие, или здесь есть какая-то еще, может быть, мистерия малоизвестная, вот известно вам что-нибудь об этом? Дело в том, что мы же все воспринимаем с точки зрения того, что мы видим, и мы мыслим, к сожалению, не образами, поэтому есть понятие обучения, есть понятие образования, образование, слово образ, вот это у нас утеряна вещь, поэтому у нас обучение, а не образование, это разные вещи, вот, всадники, ну, во-первых, если мы говорим о четырех всадниках, то это своего рода символы, обозначающие какие-то, какие-то, ну, циклы, вот, поэтому всадник на белом коне, это то, что было на Олимпиаде, когда там долго-долго показывали, как по сене там скакал, якобы там этот самый, какой-то всадник, пишу они там, непонятно кто, вот, то есть долго-долго скакал всадник на белом коне, означающий, вообще-то говоря, болезнь и смерть, да, то есть есть разные варианты, есть разные расшифровки, там, этих самых четырех всадников, апокалипсиса, я был, кстати, удивлен, но это уже после того, как я все говорю, сейчас просматривают, где в одном из эпизодов, того же Designated Survivor, да, выживший вот этот вот, который назначенный был президентом, да, и там в одном из эпизодов прямо, прямым текстом, хотя непонятно, это же Америка, да, казалось бы, это все-таки откровение Иоанна Богослова, это все-таки, ну, как бы, имеющее отношение, там, не знаю, к Руси, к России, там, не знаю, вот, к православию, возможно, да, и вдруг они, я даже как-то встрепенулся, почему-то вдруг, американец, да, и он, говорят, четыре всадника апокалипсиса, то есть, это знает не только, скажем, это, в принципе, еще раз говорю, была-то все-таки когда-то на земле была одна религия, и мы все созданы по образу и подобию высшего существа или Господа Бога, поэтому, но для нашего понимания и восприятия, и если мы это почитаем, поскольку это все, кстати, очень и очень зашифровано все, это сплошные шифровки, главы, стихи, нумерации, это все, все есть очень четко, я приводил несколько примеров, но я не такой великий там исследователь, есть гораздо более серьезные по сравнению со мной, которые это говорят, но откуда-то тоже это же началось, и я говорю о чем? О том, что это тоже мало кто знает, потому что 20 или 21 января, я не помню, 2020 года, фильм вышел еще раз в сериал, в 16-м году, 20 клуба 4, да, 20-й, 24-й год, сейчас 24-й год, правильно? Вот, то есть 8 лет прошло, 4 плюс 4. Так вот, при инаугурации президента, нынешнего президента Байдена, там выступала Леди Гага, да, она же выступала, но как-то все прошло как-то очень незаметно, Селин Диан показали, вообще-то говоря, и на открытии, понятно, исполняла она песню, вот, известную песню, да, и это было просто исполнение, но это было без всякого шоу, просто она пела, великолепно пела, конечно, несмотря на то, что она очень больна, да, вот, и в заключении тоже, она, ну, было только один куплетик, она спела, тоже показали ее, да, при завершении, при закрытии Олимпиады, а Леди Гага, которая там же выступала, да, которую тоже пригласили на открытие, там было какое-то шоу, она бегала по ступенькам, да, одетая в определенный наряд, то же самое было при инаугурации президента нынешнего, где она была в образе вавилонской вот этой вот распутницы, да, в красном платье, да, это же, ну, не знаю, много читателей знают, но это же образы определенные, которые несут какую-то очень серьезную смысловую и энергетическую вот такую нагрузку. И сейчас на пятом бегала по ступенькам там во Франции при открытии Олимпиады, да, то есть здесь есть, прослеживается определенная связь, ведущая к чему-то. это вопрос не для Ютьюба, безусловно, а для каких-то других, так сказать, социальных сетей. Вот, ну, посмотрим, может быть, и там более открытым текстом. Хотя тут нету никакого такого особенного, это просто, ну, оно есть и есть, что-то говорить. Майкл, вот вы говорите, что повторяется какой-то сюжет, снова бегает она по ступенькам в красном платье. Это что? Ну, это... Я сейчас вот попробую сформулировать. Это, получается, может быть, даже каким-то обрядом, который не воспринимается как обряд. Мы видим шоу, да, нам кажется, что это иллюстрирует какие-то истории. Может ли это быть обрядовой частью какой-то, не знаю, истерической истории? Не, ну, всё понятно, но то же самое уже не один раз уже обсуждалось, если кто хочет, может найти. При открытии это Тайная вечеря был обряд, тот самый обряд, какой-то сатанинский обряд Леонардо по Тайной вечерей, картины, да, я об этом говорю, об этом мало кто знает, но я уже несколько раз рассказывал, как писала сама картина, где у человека есть две, два полюса, один очень хороший, да, позитивный, один очень негативный, и в каждом человеке это есть, есть огромное количество достоинств, есть огромное количество пороков, вот, и что делать с ними? Мы не можем убрать один полюс, а другой оголить, не бывает такого, но как можно из монетки сделать одну, одну сторону, такого же не бывает, всегда есть две стороны, правильно? Поэтому то же самое будет, вот те люди, которые ожидают, чтобы сгорела Америка, там, или там, Израиль уничтожить, ну, глупо просто, потому что, во-первых, такого не будет, во-вторых, это будет только хуже всему миру, вот и все, мы же этого не понимаем, поэтому, а почему мы так думаем? Потому что вот так людей научили, приучили думать, находить виновников, а еще раз, виновники это карма, это не виновники, они орудия, ну, мы же не будем обвинять пулю, которая убила человека, ну, давай сейчас обряд сделаем, пулю будем, значит, обвинять, клемить позором, и так далее, нет, кто-то стрелял, правильно, но ведь убил не человека, убила пуля ведь, правильно, или меч, ну, вот и все. да, да, очень хорошее время. Ну, так вот, вот как мы мыслим-то, вот в чем, в чем и дело, то есть мы не на себя смотрим, а на сторону, где есть объяснение, так проще просто, и все. Работать же надо, надо над собой работать, для того, чтобы получить, ну, какие-то благоприятные результаты. Учиться мы, как бы, не особенно хотим, понимаете. Вот. Так что обряды, да, это и есть. Звуки такие интересные. Это у вас самолет, наверное, прилетает, да? У нас аэродром совсем рядом, поэтому сейчас люди, это частный аэродром, поэтому частные самолетики, и люди куда-то с утречка летят купаться в океане, там, не знаю, почему нет. У вас сегодня погода солнечная, Майкл? Сейчас нет. Сейчас не солнечная, а пасмурная. Я, правда, уже в 5 утра я уже ходил, не особенно комфортно, потому что парит, несмотря на это, пасмурную погоду. У нас в Москве тоже, так же. Да? Ну, вот видите. Да, ну, хорошо. Все, наверное, да? Или у нас еще вопросы есть? Ну, вопросов в чате пока нет, почему-то сегодня прям у всех пасмурно, наверное. На душе вопросы не задают, да. Ну, тогда, ладно, будем ждать, когда кто-то напишет комментарий, чего-то вот на нас люди скрываются за комментарием. Дорогие друзья, а коль скоро, еще раз, мы вот сейчас в эфире, у нас будет буквально будет программа с Игорем Каро, да, сейчас? Да, да, сейчас будет через 15 минут. Да, через 15 минут будет программа, тогда, тем более, нам надо закругляться, да, это у нас сегодня суббота, воскресенье, ну, будут свои программы, да. Хорошо, да, благодарю вас, Любовь. Майкл, спасибо вам большое, что пришли к нам. Да, дорогие друзья, благодарим вас за участие в эфире, если будут вопросы, комментарии, пишите. Всего доброго. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok